Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Всем привет! Но сегодня я не буду хвалить эту благодатную страну. Сегодня я расскажу о ее негативной стороне. Год назад в Испании, наконец, был принят закон о защите животных. И он признал собак и кошек живыми существами, живыми существами, наделенными чувствительностью. О как! Теперь в Испании собаки и кошки признаны живыми существами. Но до сих пор для испанцев некоторых это просто вещь наряду с мебелью. Испания является лидером по количеству брошенных собак. Ежегодно в Испании попадают в приюты около 170 тысяч собак. В среднем это 460 собак в день. 34% брошенных собак привозят сами владельцы, а 66% подбираются на улицы. То есть, например, на Рождество щеночка подарили подарочек. Поиграли со щеночком, он потом вырос, с ним, оказывается, надо заниматься, он, оказывается, кушать хочет, ему надо уделять внимание. И весной его отправляют в свободное плавание. Иди, милый, на улицу выживай. И таким образом оказывается выброшенным на улицу ежегодно огромное количество животных. Я вам расскажу очень показательный пример. Вы все знаете знаменитого художника испанского Пикассо. Он, по словам биографа, обожал животных. У него всегда жили и собаки, и кошечки, и коза, и все время полон животных. В 1957 году в гости к художнику приехал военный корреспондент Дэвид Дункан. Он приехал со своим питомцем с собакой по кличке Лумб. По словам биографов, Пикассо просто выпросил эту собаку себе. И таким образом у него появилась собака Лумб. Он обожал эту собаку. Собака очень тонко чувствовала настроение хозяина. Если он был не в духе, собака держалась подальше. Если он был в хорошем настроении, Лумбу позволялось абсолютно все. Все, в том числе он мог даже справить нужду на бронзовый памятник Пикассо, который стоял у того во дворе. Пикассо с ним и спал, и ел с ним с одной тарелки, и рисовал различные сюжеты с собакой. Множество фотографий, где эта собака просто не разлей вода. Он даже кормил собаку специальной тарелкой, на которой был изображен Лумб. Совершенно идеалистическая картина. И вот после семи лет совместной жизни вдруг из-за проблем с позвоночником у Лумба отказали задние ноги. Пикассо увез его к ветеринару, но не стал забирать. Он просто бросил собаку там. Бывший владелец Лумба, Дэвид Дункан, забрал у ветеринара эту собаку и нашел ее там в ужасном состоянии. За собакой никто не ухаживал. Собаку не кормили. Она жила в каких-то ужасных условиях. Он забрал собаку. Это дело в Испании у ветеринара. Говорит об отношении ветеринара к животным тоже. Дункан забрал собаку и увез в Германию к ветеринару. Там собаку подлечили, и она еще прожила 10 лет с Дунканом. То есть это показывает отношение, в принципе, испанцев к собакам. Собак здесь могут оставлять жить на балконе. С ними не гуляют. У них там, возможно, нет укрытия от холода. Ну, это же и вещь, что ей будет. С собаками не занимается. Даже сейчас, когда новый закон уже должен вроде бы действовать, в супермаркете по-прежнему торгуют с щенками. Хотя закон это запрещает. Закон запрещает оставлять собак в нежилых помещениях. Ну, я сейчас проходила в парикмахерской. На выходные парикмахерсы закрыты, а там внутри две собаки. Хозяин ушел на выходные. Сейчас выходные, субботы, воскресенья праздничные. Собак оставил в парикмахерской. Итак, Испания – это абсолютный лидер Европы по количеству брошенных собак. Какие же причины, почему испанцы отказываются от собак? Первая причина – это нежелательные пометы. Собаку взяли, а стерилизовать ее то ли руки не дошли, то ли желания не было. Появляются нежелательные щенки. Куда их девать? Кто их будет кормить, ухаживать? Они и за одной собакой не могут поухаживать. А куда там еще и помет? На улицу. Вторая причина – окончание охотничьего сезона. Да, здесь в Испании есть испанские охотничьи собаки, называется галгу. Они выведены из-под действия закона. На них не распространяется никакая защита. И вот охотничий сезон прошел, и собак начинает истязать, вешать, жечь, забрасывать камнями. Потому что у испанских охотников существует такое суеверие, что якобы чем больше будет собака страдать, тем лучше будет следующий охотничий сезон. И таким образом оказываются убитыми, брошенными, истерзанными около 60 тысяч галгу в год. И никакого улучшения не видно, потому что их разводят настолько много, там интенсивное разведение, что им проще купить новую собаку, чем по окончанию охотничьего сезона содержать свою старую. Ну, она же еще и стареет, поэтому поохотился и повесил. Ну, все. Адьос. Еще одна распространенная причина – поведенческие проблемы. Собачку взяли? А она лает, а она грызет, а она кусается, а за ней нужно убирать. А у меня муж на работу пошел, а мне некогда, а у меня родился ребенок, а у меня аллергия и т.д. и т.п. Просто люди безответственно берут собак, даже не задумываясь о том, что это живое существо, что ей нужен уход, внимание, что это стоит денег. Собаку тоже нужно лечить. Взяли, поиграли и выбросили. А что же делать? Закон предписывает, что животные должны быть чипированы. Но никто не побежал чипировать своих животных. По статистике чипированы только 23 или 24% животных. Второй аспект, который может помочь в отношении с животными, и это в королевском указе отмечено, нужно в средней школе учить детей, что животные, они живые, что это ответственность. Что еще может помочь, чтобы было меньше брошенных собак? Стерилизация. Кроме того, что стерилизация препятствует появлению нежелательного помета, стерилизация делает жизнь собак более продолжительной, более здоровой, помогает предотвратить рак молочной железы, рак матки. По данным зоозащитных организаций, второй категории собак, которые оказываются самыми беззащитными, за ними не заботятся и меньше всего их стерилизуют. Это собаки, живущие в деревнях и где-то на фермах. И обычно это большие собаки, которые дают крупных щенков. Потомство очень трудно куда-то пристроить из-за их размеров. Но те, кто давно со мной знаком, они знают, что здесь в Испании я хожу в приют, гуляю по утрам с собаками. Когда я жила на Коста-Бланка, там был в городе Тревьеха городской приют, и я там каждое утро приходила, чтобы гулять с собаками. И обычно я брала больших, сильных собак, с которыми не каждый может справиться. И для меня это была отличная прогулка. Четыре часа с утра с большой, сильной собакой. И мы как побежали, оббежали все за каулки, сбегали туда-сюда. Отличная, отличная прогулка и для меня, и для собаки. У меня там были тоже свои любимчики. Причем интересно, когда у меня была своя собака, у меня собака была тоже из Испанского приюта. Очень миленький, небольшой Йорк. Но она, по всей видимости, была просто потеряшка. Потому что здесь очень часто видишь, в городе идут люди, и у них собаки без поводка. А что значит собака без поводка? Только зазевалась, повернулась, и все, след в большой толпе потерялась. И по всей видимости, собака была у меня из потеряшек. С ней хорошо обращались, потому что моя собака людей не боялась. Но целый год у меня собака находилась в депрессии. Вот я прихожу с работы, дверь открываю, и у меня выходит собака встречать. И вот у нее поникшие уши, и такой разнесчастный вид, что меня просто шокировало. Я говорю, я понимаю, что собака отражает настроение стаи. Но я же не такая, как вот собака приходит, убитая горем. Собака целый год страдала. Но потом, через год, наконец, она уже освоилась и стала веселой и даже озорной собачкой. К сожалению, она умерла года 4 назад, пробыв со мною прекрасных 9 лет. Ну, я речь иду о другом. И вот, когда я в Испании гуляла с этой маленькой собачкой, Йорик, ну, небольшая собачка, всегда какие-то комментарии. Ой, ходят тут с собаками, засали весь город, пройти из-за говна невозможно. Потом моя собачка умерла, и я стала ходить с какими-то стафами, с Тарфордами и прочим, ну, с такими вот собаками по весу точно больше меня. И люди сразу проявляли полное уважение, по стеночке так проходили, мимо собачек, и говорили, ой, какая хорошая собачка. Ни один не сказал ни слова плохого в адрес. Вот такой вот там мордой, ага, кобелиный. Только все, ой, 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 хорошенькая собачка. В общем, с большим уважением относился народ. Ну, продолжим нашу тему. Вот там в Тревехе был приют, и, в принципе, там за собаками довольно-таки хорошо ухаживают. И очень часто шведы забирают собак. Шведы, вообще, мое все уважение шведам, замечательные люди, все, кто я знаю шведов, они просто исключительно порядочные, честные, замечательные люди. Преспекты уважения. Вот шведы очень много забирают и увозят к себе собак. Там, в приюте, в городском, собак не усыпляют. И пытаются найти семью. Правда, вот некоторые собаки, я видела, особенно большие, маленькие собак быстрее разбирают, а большие остаются иногда и год, и два. Хотя, в принципе, это хорошие собаки. В общем, пристраивают там собак, волонтеры ходят, англичанки ходят у кошечек, чистят там клетки. Типа меня волонтеры бегают по всему городу с этими собаками. Также я пришла здесь, в приют Фенги Роли. Ну, здесь у них своя система, нужно записаться, нужно договориться. Мне это не подходит, какие-то там расписания, мне не подходит. Поэтому не хожу сейчас гулять с собаками. Но здесь собак совсем немного, меньше десятка. Собаки все молодые, красивые. У них там хорошая территория, есть где победить. Поэтому я думаю, там все собаки будут пристроены. Правда, этот поток не кончается и постоянно подбрасывают новых собак. Я надеюсь, когда-то у меня, наконец, будет ситуация в жизни, когда я буду жить на одном месте и не ездить, вот туда-сюда переезжать. И тогда я заведу себе две собачки. Две собаки и две кошки. Правда, вот у меня сейчас есть испанец, он мне все время... Я. Я хочу быть твоим песиком. Выбери меня. Выбери меня. Да. Бывает, что мужчины хотят быть моими песиками. Ну, мне кажется, что с четырех ног собачкой хлопот меньше. В общем, как зоозащитник, я буду продолжать нашу борьбу за права животных. Надеюсь, вы обращаетесь со своими собаками хорошо, и мне не придется делать заявление в муниципалитет. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Благодарю за внимание и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова